Впервые в международном суде в Гааге рассматривают дело об опровержении попыток одного государства оправдать вооружённую агрессию против другого. Украина обвиняет Россию в злоупотреблении Конвенции о геноциде. Документ гласит, что страны-подписанты, среди которых есть и Россия, и Украина, обязаны предотвращать преступление геноцида и наказывать за его совершение. Россия же ссылается на Конвенцию о геноциде, чтобы уничтожить Украину, заявил судьям Международного уголовного суда посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кореневич. Киев считает, что оправдание, которое Россия использовала для развязывания войны против Украины – чудовищная ложь. В этом вопросе Украина поступила достаточно новаторско и креативно. И вот дает о том, что РФ использует слово «геноцид» для оправдания своей вооружённой агрессии против Украины, и таким образом злоупотребляет Конвенции. В ответ на выступление в суде представителя России, представитель Украины Антон Кореневич призвал Международный суд ООН постановить, что Федерация должна выплатить репарации за вторжение под фальшивым предлогом. Всемирный банк посчитал, что на восстановление ущерба, который Россия нанесла Украине, понадобится 411 миллиардов долларов. По мнению экспертов, решение суда в пользу Украины может открыть путь к выплате компенсаций. Может ли государство использовать ложное обвинение в геноциде как повод для разрушения городов, бомбардировок гражданского населения и депортации детей из их домов? Когда так цинично злоупотребляют Конвенции о геноциде, является ли суд бессильным? Ответ на эти вопросы должен быть нет. В марте прошлого года Россия отказалась выполнять решение Международного суда о немедленном прекращении военных действий на территории Украины и подала свои возражения. В настоящее время должны быть заслушаны позиции обеих сторон. Второе выступление Украины запланировано на 27 сентября. Задача представителей Украины на этом этапе – доказать, что суд имеет юрисдикцию рассматривать дело по сути, сказал представитель Украины Антон Кореневич. На данном этапе происходит слушание о том, имеет ли суд юрисдикцию рассматривать это дело, потому что РФ подала в суд свои предварительные замечания, в которых утверждает, что у суда такой юрисдикции нет. И прежде всего, перед тем, как приступить к рассмотрению дела по сути, то есть к тому, виновата ли РФ в том, чем утверждает Украина или нет, суд должен определить, имеет ли он вообще юрисдикцию рассматривать этот спор или нет. Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом, депортацию и насильственный вывоз детей с временно оккупированных российской армией территории Украины. Именно по этому обвинению весной 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте федерации Марии Львовой-Беловой.